все мы едем домой красивый город guten tag, Susanne, мы дома находились вообще просто неимоверное количество шагов это просто из-за того, что жара сейчас 30 градусов если было прохладно, то нам нормально было сейчас покажем, что же мы приобрели в микс-маркете и в... я-я, покажем так, в микс-маркет это... натохтар лимонад очень-очень вкусный всегда я его любила в Украине но в стеклянных бутылках оболонь наш лимонад украинский вкус ненький идем дальше гречечка кстати, какая-то она мелкая грязная вот это я очень захотела это ладжичка кстати можно ее открыть понюхать хотя бы давай я открою но всегда интересно нюхать все такое я очень люблю аджику свежую банка именно свежую, да, конечно, у нас таких не получается надо когда-то купить надо купить мясорубку вообще ж такое я помню как папа, мама делают это просто нереально ну, хрен я чувствую я же говорила, что это цвет бледноватый сейчас сфокусирует цвет бледноватый ну, давай я понюхаю это не то но она какая-то сильно жидкая это не та, потому что я говорила, что надо было брать зеленую покупку я ж помню, что это не та нет отлично пахнет ну, не пахнет хорошо Настя просто, честно, не любительница такого но она любила аджику как папа мой готовый да, именно вкусный вот папа твой вообще вкусный да, помидоры вот это я помидоры там, короче и целая так же опять купили это уже не одну пачку съели одна в холодильнике но Настя взяла еще две вот Настя запасы лично запасается ну так, вдруг завтра на пикник пойдем может возьму ее а, ну на пикник, да а вот для пикника, значит, взяли мы его на грамоте бананы бананы это уже в этом, да? да подожди стоп я хотела, чтобы мы сначала показали, что в микс-маркете ну ладно да я уже накидала ладно, давай дальше сало сало, такое занятое я взяла а что ты не взяла в микс-маркете сало? а то уже может лучше было я сало не ем но Настя любитель это сало на пикнике у нас будут отбили поэтому взяли килограмм филе да чтоб выварить и взяли, значит, скидка на хлеб был мягкий вроде хлеб не знаю, не пробую он написано, что он бьем ой, пахнет Настя ой, понюхай, как хорошо пахнет вообще такой прям буханочка хлеба ммм класс а это опять у нас микс-маркет это я халу взяла я люблю халу Настя не очень ну ничего, я Насте тоже не могу не люблю с детства и не люблю каривка наше любимое печенье сейчас оно что-то за бадайка называем тоже с микс-маркетом бисквит-шоколад это моего города делают бисквит ну завод бисквит-шоколад еще одна упаковка и морская капусточка мы ее всегда делаем с чесночком и с уксусом и с мясом провансаль майонез сода в принципе или все 24 евро в микс-маркете то есть два лимонада аджика сода гречка халва майонез капуста морская и печенье 24 евро я в шоке на гривны это 1000 гривен это дорого очень-очень дорого шишок покупайте и печенье да, вкусное есть шоколадное есть молочное есть там какой-то крем брюле что такое правда вкусное печенье в РВ 19 евро в общем 46 евро ребята ну честно я в шоке поэтому как-то так а глянь, Настя, яйца есть отбивнейшим делать? наверное нету, да? есть у тебя одно, да? в общем такая вот у нас распаковочка есть сегодня будем делать отбивные, значит ребята фруктики отбивные будут завтра значит берем поход будете смотреть наши видео будем сделаем мы и просили мы предложили зрителям пикничок сделаем пикничок да да ты потом у нас продегустируешь сало аджичку на видео, хорошо? тогда это будет уже сейчас продолжение устал давай уже попробовала что-то хорошее не соленое не соленое самое то это где мы нету сколько стоит 3 евро ну не остро нет не сильно остро я такое люблю я сейчас сниму хороший хороший помидоры забыли показать а что вы думали все просто? руки чистые? да я мыла успокойся человек все ест а я нет тебе нельзя спасибо норм? ой 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 как хорошо сейчас вообще ой помидорки вообще обожаю вкусненькие выезжать консервированные вообще короче ты рекомендуешь и сало и то да ну все так у нас идет сейчас подготовочка к нашему пикнику Настенька делает отбивные и опять вы сейчас скажете почему Настя? потому что Настя сама хочет это делать да я говорю давай я нет видимо ей просто нравится действительно готовка не знаю я не могу сказать что я прям люблю готовить вот прям люблю так я тоже нет я могу приготовить если надо но как бы могу и причем вкусно могу лучше нет? да у нас нет это как она называется тайна не важно поэтому у нас это просто так же мы вчера еще купили сок капризон упаковку по акции уже выпили да наверное 5 штук да там осталось вообще 4 ну нас то у нас то у нас то все у нас то все у нас то все халву я попробовала халва очень вкусная вот сейчас покажу вам его вот золотой век ванта берите украинское производство очень вкусная халва сейчас потом покажем как кляр делать немножечко так отбиваем и кляр ай не успела я реально видео как у нас кляр делала потому что я по телефону говорила она сама может рассказать какой кляр нужен? ммм яйцо мука яйцо и на сковородку сначала нормально все всем еще раз здравствуйте у нас сегодня прекрасный день хоть уже много времени пока то все пока выспались сегодня как никогда я выспалась потому что вчера кто был с нами в эфире помнит как я хотела засыпать короче ребята как сегодня наш день начался и что мы будем делать дальше да у нас сегодня пикник то как обещали пойдем на пикник пока погода позволяет будем сейчас быстренько собираться и уходить значит сделала я отбивные я конкретно не снимала потому что времени уже мало поэтому на это долго уходит время и что хочу вам рассказать рецепт отбивных очень все просто отбиваете куриное филе соль перец все оставляете на 5-10 минут сторонку оставили что нам понадобится дальше для кляра кляр берем значит три желтка взбиваем их перемешиваем так вилочкой быстро-быстро-быстро в тарелочке все отдельно поставили в другую тарелочку насыпали муки насыпали муки тоже отдельно поставили все берем значит потом сковородочку разогреваем сковородочку наливаем подсолнечное масло и дальше самое главное берем филе обмакиваем яйцо потом муку а потом яйцо все и на сковородку запомните яйцо мука, яйцо, сковородка. И все обжариваете там на среднем огне, до золотистой такой корочки, не надо, чтобы там горело или что. Просто смотрите с двух сторон, чтобы она была готова. И все, и все готово. Я вам покажу, конечно же, венушечки. Мы их берем с собой на пикничок. Не знаю, я, например, есть не хочу, но перекусим так. Бутерброды сделаем. Да, мы ничего еще не ели. Я пошла, значит, девочке мыть голову. Все, я поняла. Мне не подходит. Уже много с людьми общалась, проконсультировалась здесь в Германии, которые занимаются с волосами девушки. И на одного человека я попала, который сказал мне всю правду. Всю. Вот кого-кого, но вот я люблю справедливых людей. Я же думала мне делать либо кератин, либо ботокс. Потому что нано-пластика это не для светлых волосок. Ну, так оказалось. А я почему-то думала нано-пластика всем подходит. И думала, я сделаю себе либо ботокс, либо кератин. Спросила у девушки. Она уже много лет этим занимается. Профессионал своего дела. И она мне сказала правду, что нет. Говорит, у тебя, я вижу, я отправила ей фото своих волос. Я помыла волосы до этого пару дней назад, вчера или позавчера. И отправила ей фото сразу, как сушила их. Она говорит, да, я вижу у тебя пошкодженные волосы, дуже сухие, очень-очень пошкодженные, очень сухое. Она говорит, у тебя очень сухое волосы, да, волосы очень сухие. И она сказала, что, что мне нельзя ни в коем случае ни кератин, ни ботокс вообще в этом. Она говорит, на самом деле, говорит, я тебе скажу так, кератин и ботокс ничего не дает, просто глянцевую картинку, что они выглядят, типа, ну, блестят красиво все. Это временное явление. А для внутренних, да, да, такая картинка. А внутри, они не лечат волосы никак. Оно никак не лечит, а наоборот еще хуже становится. Калечит. Да, калечит. И я была в шоке, что человек реально, ну, типа, я и так знала, конечно, но я не думала, что человек, который этим занимается, конкретно этим, она скажет правду мне. И она посоветовала, конечно, мне в домашних условиях что-то делать, какие-то масочки изготовлять и так дальше. Я у нее спросила, подскажите, пожалуйста, может какой-то профессиональный набор мне заказать здесь в Германии, потому что она в Германии находится, этот человек, много лет уже работает с этим всем. И она говорит, я тебе не могу посоветовать здесь, потому что она именно заказывает или ездит в Украину и берет там все профессиональные уходы для волоса именно в Украине. Она говорит, здесь я не могу найти, а вот в Украине то, что мне надо, с тем, что я работаю, оно подходит. Поэтому она не могла мне подсказать конкретно, что я здесь могу. Но самое главное, она сказала, восстанавливай волосы, потому что сгорят вообще очень сильно. я красила сильно, но обычной краской, я думаю, вы видели. И я поняла суть, сейчас опять я мою волосы, знаешь, что я использовала. Я использовала лореаль, шампунь, потом бальзам, кондиционер и маску. Маску я держала 10 минут, все смыла. Дальше, что я сделала, сейчас покажу. Дальше нанесла вот на влажные волосы вот такую штучку, спрей, я думаю, для, чтобы волосы были мягкие, лореаль, Это, чтобы соли, тут всякие штучки, но не знаю. Оно помогает, но сама суть, я сейчас поняла. Если я иду к парикмагеру, то я буду покупать за эти же деньги хороший какой-то профессиональный либо уход, либо сейчас в интернете буду просто искать всевозможные варианты, как можно просто мои волосы как можно быстрее восстанавливать. Это просто ужас, девочки, поэтому напишите ваши советы, кто с таким сталкивался, когда вы красили много раз именно блондинки, потому что с блондом это очень тяжело. Что можно делать? А пока что на этом все. Сейчас бегом будем досушивать волосы. Я феном не буду, я не буду, я против теперь этого. Я буду крайне редко использовать вообще утюжки. Фены это все. Все, я поняла, что надо уже капуть. Поэтому все, девочки, я бегу, надо уже идти собираться на пикник. И мальчики. И мальчики тоже. Так что все, смотрите наше следующее видео и это видео. Напишите ваше мнение, посоветуйте. Также я всегда вас спрашиваю, всегда интересуюсь. Так что пишите комментарии, ставьте лайк. Тот, кто еще не подписан, подпишитесь. Мы всегда рады новому зрителю. Все, ребята, на этом все. Всем пока, всем чус. Спасибо.